В этом модуле рассматриваются драйверы устройств, система подписывания драйверов и настройки подписывания драйверов в групповых политиках. В этом модуле также будет рассмотрена ручная конфигурация подписывания драйверов и конфигурация с помощью групповых политик. После окончания этого модуля вы сможете описывать различные устройства и их типы, назначение драйверов, свойства драйверов, систему подписывания драйверов, настройки групповых политик для неподписанных драйверов, консоль управления групповыми политиками и опции подписанных драйверов в групповых политиках на локальных и на локальных компьютерах. Устройства Под устройствами компьютера подразумеваются любые аппаратные компоненты, составляющие компьютер или подключающиеся к компьютеру. Это могут быть сетевые или видеоадаптеры, мониторы, принтеры, диски и прочее. Все устройства можно условно разделить на две категории. Категория Plug-and-Play и не Plug-and-Play. В категорию Plug-and-Play попадают комбинации оборудования и программное обеспечение, которые подключаются в систему, распознаются и устанавливаются без вмешательства пользователей. Вы можете свободно подключать или отключать устройство Plug-and-Play без каких-то ручных настроек конфигурации. С устройством Plug-and-Play вы можете быть уверенным, что все они будут взаимодействовать с компьютером и у вас не будет проблем после рестарта компьютера с новым подключенным оборудованием. Некоторые устройства Plug-and-Play можно подключать к внешним портам компьютера. Для других же понадобится выключать компьютер и вставлять их внутрь. Большинство оборудований, произведенного после 1995 года, поддерживают технологию Plug-and-Play. Другая категория оборудования – Non-Plug-and-Play. Поддержка технологии Plug-and-Play зависит от возможности оборудования и драйверов. Если, например, драйвер устройства Plug-and-Play эту технологию не поддерживает, то и само устройство автоматически определяться и устанавливаться в системе не будет, даже если оно поддерживает технологию Plug-and-Play. Устройства, не отвечающие параметрам Plug-and-Play, в Windows Server G3003 не поддерживаются. Драйверы устройств. Драйверы устройств – это программное обеспечение, которое позволяет определенному оборудованию, например, модему или сетевой карте, или принтеру, взаимодействовать с операционной системой. К примеру, представьте, что вы являетесь администратором большой компании. Ваша компания недавно закупила несколько цветных принтеров, и все они были установлены в сети. Спустя некоторое время пользователи сообщают вам, что принтеры течатают, искажая цвета и изображения. В таком случае вы должны будете обратиться на сайт производителя принтеров и скачать новейшие драйверы для своих принтеров. Следующие ключевые концепции характеризуют драйверы устройств. Драйверы оборудования загружаются при старте операционной системы. Перед тем, как операционная система сможет взаимодействовать с новым устройством, необходимо проинсталировать драйверы этого устройства. Если устройство состоит в списке HTL, поддерживаемого Windows оборудования, то, как правило, драйверы этого устройства уже имеются в дистрибьючере Windows. HTL – это список поддерживаемого оборудования, который Microsoft идет для Windows Server D3003 и более ранних версий операционной системы. HTL – это Hardware Compatibility List – список поддерживаемого оборудования. В HTL для Windows Server D3003 перечислены все устройства, гарантированно поддерживаемые этой операционной системой. Список HTL постоянно обновляется на Microsoft и доступен по адресу www.microsoft.com.hwdq.htl Если устройства отсутствуют в списке HTL, драйверы для него вы должны будете скачать с сайта производителя этого оборудования. В Windows Server D3003 вы можете воспользоваться менеджером оборудования для того, чтобы выяснить, какие драйвера установлены для того или иного устройства, и информацию о самих драйверах. Кроме того, обновить существующие драйверы, откатить предыдущую версию драйверов устройства, узнать, работает ли устройство нормально, отключить, включить или удалить драйверы, отобразить список всех устройств, установленных в вашем компьютере. Заметьте, что при установке драйверов, операционная система автоматически конфигурирует параметры оборудования. И хотя вы не сами можете их настроить, рекомендуется положиться на настройки операционной системы. Когда вы вручную устанавливаете какие-то параметры, они становятся фиксированными в системе. Это значит, что Windows при необходимости не сможет изменить эту конфигурацию, а это может привести к возникновению проблем. Свойства драйверов устройств. Одной из ваших функций как системного администратора может быть наблюдение за сайтами производителей оборудования, установленного в вашей сети, для того, чтобы можно было скачивать новые версии драйверов по мере их выхода. Перед установкой драйверов в систему желательно задокументировать свойства драйвера, такие как дата выпуска, версия и название. Драйверы обычно снабжены следующей информацией. Название файлов драйвера и местоположение, производитель драйвера, название компании, предоставившей этот драйвер, дата выпуска, версия драйвера. Первые версии драйвера обычно, например, имеют номер 1.0. Электронная подпись. Название и идентификаторы компании, производившие тестирование этого драйвера на совместимость с данной операционной системой. Для примера приведем описание драйвера для устройства Intel Core 100 Plus Management Adapter with Aller Online. Параметры следующие. Созвание драйвера. C Windows System 32 Drivers E100B325.SYS Производитель Intel Дата выпуска 7.1.2001 Версия 5.41.22.0 Электронная подпись Microsoft Windows X3 Publisher Для того, чтобы просмотреть такую информацию, необходимо в менеджере оборудования открыть свойства оборудования и на вкладке «Драйвер» кликнуть «Драйвер детейлз». Подписанные драйверы устройств. Каждый драйвер, включенный в состав Windows, имеет электронную подпись. Электронная подпись свидетельствует о том, что драйвер отвечает определенным критериям отбора и не изменялся или перезаписывался другими процессами инсталляции. Администратор может настроить реакцию Windows на установку неподписанных драйверов следующим образом. Игнорировать отсутствие электронной подписи драйвера при установке или отображать сообщение при инсталляции неподписанных драйверов или запрещать инсталляцию драйверов, не обладающих электронной подписью. Использование подписанных драйверов гарантирует стабильность и корректность работы вашей операционной системы. Рекомендуется всегда использовать только подписанные драйверы. Программные продукты с лейблом Designed for Microsoft Windows XP или Designed for Microsoft Windows Server 2003 имеют цифровую подпись Microsoft. Эта цифровая подпись указывает, что продукт был протестирован на совместимость с указанной операционной системой и не был модифицирован впоследствии. Windows обладает некоторыми инструментами и механизмами для выявления электронных подписей драйверов и системных файлов. Например, Windows File Protection System. Эта система следит за сохранностью системных файлов с расширениями SIS, DLL, OCX, TRF, FON и EXE. Программа работает в фоновом режиме и защищает файлы, установленные в Windows. Windows File Protection System всегда проверяет цифровую подпись для выявления корректности файла. Если файл некорректной версии, то программа заменяет его на правильный файл из папки DLL-Cache или с компакт-диска Windows Server 2003. Если Windows File Protection не находит файл на замену самостоятельно, то она может попросить вас указать путь к папке дистрибутива Windows. По умолчанию Windows File Protection System включено и разрешает только подписанным файлом заменять установленные ранее. В данный момент подписанные системные файлы распространяются в сервис-паках, горящих обновлениях, обновлениях операционной системы и через службу Windows Update. Другая программа System File Checker – это командная утилита SFC, которая сканирует и проверяет защищенные файлы при старте операционной системы. System File Checker заменяет некорректные файлы правильными, предоставляемыми Microsoft. System File Checker является частью Windows File Protection в Windows Server 2003. System File Checker также занимается проверкой и обновлением содержимого папки DLL-Cache. Если содержимое папки DLL-Cache окажется поврежденным, можно воспользоваться командой SFC с ключом ForgeCache для восстановления первоначального содержимого. Большинство Sys, DLL, Exe, TFF, Fon и OCX файлов в дистрибуте Windows Server 2003 защищено. Далее перечислены ключи команды SFC. Ключ. Slash ScanNow – незамедлительно просканировать системные файлы. Slash ScanWords – сканировать системные файлы при следующем старте операционной системы. Slash ScanBoot – сканировать системные файлы при каждой загрузке. Slash Cancel – отменить любые сканирования системных файлов. Slash Enable – включить нормальное функционирование Windows File Protection. Slash ProgeCache – инспектирует папку DLL-Cache и сканирует системные файлы. Slash CacheSize – равно и устанавливается размер кэша в мегабайтах. Slash Quiet – заменить системные файлы, не оповещая пользователя. Slash – знак вопроса. Получить справку по всем ключам. Для того, чтобы запустить сканированную систему в командной строке, введите SFC Slash ScanNow. Еще одна утилита – File Signature Verification. Как уже говорил это ранее, все системные файлы и драйверы в составе Windows XP и Windows Server 2.3 имеют цифровую подпись Microsoft. Эта подпись гарантирует оригинальность и неизменность файлов с момента их тестирования в Microsoft. Используя File Signature Verification, вы можете найти в системе все подписанные и неподписанные файлы на вашем компьютере, а также посмотреть, где они расположены, дату их создания и версию. Для того, чтобы воспользоваться File Signature Verification, в командной строке наберите SIGVERIFY. Настройка групповых политик для неподписанных драйверов. В групповых политиках есть настройки реагирования на инсталляцию неподписанных драйверов. Это правило – Devices Consigned Driver Installation Behavior. Вы можете воспользоваться групповыми политиками, чтобы разрешить пользователям инсталливать устройство с неподписанными драйверами, предупреждать их или запрещать инсталляцию таких драйверов. Представьте, что вы администратор доменов тысячи компьютеров. Запретить вручную на каждом компьютере инсталляцию неподписанных драйверов просто невозможно. Зато для этого можно и воспользоваться групповыми политиками домена. Настройка Unsigned Driver Installation Behavior в групповых политиках имеет следующие параметры. Silently cc – устанавливать неподписанные драйвера и не предупреждать. Warn but allow installation – предупреждать, но разрешать инсталляцию драйверов. И do not allow installation – не разрешать установку неподписанных драйверов. Консоль управления групповыми политиками. Консоль управления групповыми политиками – это программируемый набор интерфейсов для управления групповыми политиками, схожий с консолей MMC и построенной на этой технологии. Консоль управления групповыми политиками в оригинале называется Group Policy Management Consult, или для кратности GPMC. Компоненты GPMC объединяют все инструменты управления групповыми политиками. С помощью GPMC можно управлять групповыми политиками для различных доменов сайтов в одном или разных лесах.